мысли форма соблазна 12 мысли форма нануков стереотипы соблазн искушение обольщение наваждение туман анестезия наркоз алкоголь наркотики кайф дурман фармакология мании фобии архетип дионис бог пристрастия по отношению друг другу рабы становились все более и более вспыльчивыми преступность возрастала став чрезвычайно высокий к тому времени когда на землю прибыли деметра и дионис дионис стал сторонником введения рабам наркотиков как решение проблемы их буйного поведения были введены наркотики многих видов включая те что мало чем отличались от сегодняшних наркотики и седативные средства из плеяд специально были доставлены на землю дионисом чтобы остепенять успокаивать рабов позже некоторые из этих растений привезенных с плеяд стали использоваться для производства одежды веревки использование наркотиков и седативных средств имела немало успех заставляя рабов чувствуют себя более счастливыми и приводя их к забвению причин равсприи друг с другом или с их богами таким образом решалась проблема потенциального восстания которого она так боялись дионис не воспитывался в семействе она но при этом был хорошо осведомлен об их довольно странных отношениях и эксцентричном поведении он внедрил многие наркотики которые как казалось создавали улучшение в отношениях между она эти препараты также вызывали к себе сильное привыкание со временем уже после того как дионис отбыл на плеяды физическая зависимость от наркотиков становилась все более дорогостоящей чтобы ее удовлетворять поскольку все необходимые наркотики закупались на плеядах фактически и на она разоряла свое плеядеанское состояние на закупке чтобы поддерживать себя и оставшихся членов семейства она в ложном чувстве счастья дионис много раз отправлялся в плеяды добывал там наркотики и вез их обратно чтобы семья испытала удовольствие опиум тоже был импортирован с плеяд после того как она потратила все деньги предоставленные на закупку наркотиков она решила развернуть собственное выращивание импортированных видов мака и с помощью рабов ввести его в сельское хозяйство опиум был любимым наркотиком иннаны и на на курила опиум а также водила его в большом количестве как сегодня вкалывают героин у рабов опиум также пользовался спросом однако он нес негативное влияние на их биологию также как на сегодняшнюю человеческую форму в конечном счете принося смерть всякому кто им увлекался опиум был более резонансным с биологией на на и и не разрушал ее хотя в конечном счете способствовал разрушению психики и увеличению ее безумия остальная история диониса неизвестно поскольку записи находится в плеядах воплощающие в себе этот первичный характер вовлечены в любого рода деятельность связанную с алкоголем и наркотиками легально или нелегально все люди вовлеченные в деятельность которая затрагивает медицинские наркотические препараты и выписку на них самых разных рецептов тоже связаны с архетипом диониса включая тех кто исследует и производит наркотики для медицины или психиатров и докторов которые предписывают наркотические препараты для обезболивания данная мыслеформа является причиной того что один человек соблазняется поскольку воспринимает свою собственную истину в зеркале которым является другой кроме того это же мыслеформа заставляет считать другого подобным себе вступая в этот танец соблазнов человек разворовывается утрачивая свою жизненную силу а затем уничтожается эти материалы предлагаются тем кто выбирает путь вознесение в данной жизни для восхождения требуется преодоление любого искажения вашего трехмерного плана реальности соблазн является еще одной формы искажения наиболее распространенной на земле и между людьми соблазн идет рука об руку с такими понятиями как описанные нами в предыдущих материалах собственничество манипулирование мошенничество информационное энергетическое брокерство завес иллюзии и фантазии соблазн является средством ухода от реальности вымышленный мир фантазий фантазия может заставить человека верить что жизнь не идет одним образом тогда как основной танец в бессознательном призывает осознать что жизнь весьма отличается от ее восприятия соблазн предполагает движение энергии таким образом чтобы что-либо скрыть и это не было замечено ни себе ни другим анануки были мастерами иллюзии анануки владели мастерски искусством иллюзии поскольку достаточно замаскировали свое намерение чтобы окружающие их красные племена в той или иной мере их приняли и красной россии красе рабов были применены одни и те же инструменты белая раса рабов применяли те же инструменты по отношению к народностям красной расы для того чтобы доминировать на земле алкоголь наркотики сверкающие погремушки что можно сказать о причинах удерживающих современного человека в подобных фантазиях прежде всего это механизированный образ жизни технологии вибрации электричества ядовитые радиоактивные отношения окружающие большинство людей полное погружение в стереотипы мысли форм выживания бессмысленного потребления оценочного суждения абсолютно тотального осуждения обвинения всего вокруг и поиск виноватого стереотипы неосознанного слепого насилия доминирования тотального контроля манипулирования бессмысленной конкуренции многочисленных привязанностей собственничества власть и обладания локальных личностных войн и конфликтов выгод и скидок страх порожденный внутренним и внешним разделением отделением от бога богини своего внутреннего источника своего я есть присутствие всеобщая разобщенность ненависть и агрессия по отношению к себе и окружающим порожденное средствами массовой информации заставляет человека еще больше уйти от травмирующей реальности в мир соблазна и фантазий где нет боли и страданий погружение в работу в компьютерные игры секты целебат отшельничество просмотр сериалов передание перенасыщение присыщение употребление алкоголя наркотиков психоделиков спайсов выпав транквилизаторов все это делает человека невосприимчивым не способным к эмпатии восприимчивости энергии адекватному восприятию реальности внутреннему и внешнему анализу и синтезу информации в этом состоит проблема поскольку люди не могут осознать свое бессознательное переполнены агрессии насилием лежащие в основе жизненных реалий имеющие почти во всех взаимоотношениях энергетический характер в человеческих реалиях продолжают полным ходом разыгрываться сценарии смерти насилия воин конфликтов болезней эпидемий бессознательное насилие разрывает тонкие тела и энергетическую решетку эфирное тело и чакровую систему и когда в одной и той же области тела это происходит достаточно часто переходит в биологическую форму вызывая болезнь если кто-то не может чувствовать свое эфирное тело как он узнает что оно не в порядке а затем люди удивляются когда вдруг происходит сердечный приступ или неожиданно развивается рак если бы люди были настроены на ощущение эфирного тела то устраняли бы блоки задолго до их манифестации на физический план и тогда можно было бы предпринять действие до физического проявления болезни чтобы изменить породившие стиль жизни и заботы когда человек возносится то становится все более чувствительным ощущая все энергетические проявления и в особенности проявления эфирного характера задолго до физического это происходит благодаря повышению вибрации клеточной структуры поэтому человек больше не может жить в фантазиях и при этом не причинять вред себе и другим вред пронизывает отношения современных людей в людях нет ничего без вредного они потенциально очень опасны и стали такими в результате вытеснению агрессии из сознательного в бессознательное веками всей религии предписывали подавлять себя и отрицать свои чувства и внутреннее проявление веками государственность осуждала и жестоко наказывала веками белые и красные предки испытывали страх боль и страдания все это предписывалось скрывать подавлять забывать теперь человечество пребывает в состоянии глубочайшего забвения и беспамятства без сознательной боли в страхе с масками на лицах с резиновой улыбкой на публике и коконей искусственного счастья все подавлено гнев ярость обиды раздражение недовольство и осуждение все стереотипы воинственности из физического бытия были перенесены в нефизическое из сознательного в бессознательное все проявления любви сострадания чувственности чувствительности были вытеснены из реальности перенесены в искусственную грезу кинематографа когда воинственность поляризовалась в нефизическом плане кругом распространились страх смерть болезни боль страдания фантазия это один из способов которым ложные боги и анна науки препятствовали пробуждению рабов к осознанию окружающих их не физических царств они отнесли все они физические проявления к царствам фантазии и объявили рабам что подобные вещи не являются реальными это было сделано чтобы предотвратить пробуждение рабов до степени когда они могли бы поднять бунт против анануков со временем рабов стало миллионы и если бы они захотели взять верх над анануками то легко бы это осуществили не пробудившись они бы никогда не восстали и они действительно этого не сделали для удержания рабов от эволюции анануки располагали множеством вымышленных реальностей таковые сейчас используются людьми в театральном творчестве кино песнях танцах всевозможных книгах телевизионных представлениях проектах и во всех формах развлечения внешнего плана возносящиеся люди постепенно поднимаются над планами вымышленной реальности когда это произойдет современные развлечения больше не будут столь привлекательными современные формы развлечений представляют собой драмы построенные на самовоспроизводящихся мысли формах поднявшись над названными мысли формами человек подобными драмами больше не интересуется а наблюдение таких развлечений будет иметь эффект перепрограммирование назад к тем самым самовоспроизводящимся мысли формам которые были преодолены вот почему посвященные должны быть непреклонны избегая все массовые развлечения так как они заставляют людей вибрационно катиться вниз они поднимаются выше есть много путей и некоторые должны пойти вперед где ни один человек не был 30 тысяч лет а за ним уже последует остальные выборе пути нет верного и неверного а первопроходцы были генетически подготовлены для этой роли иначе бы они просто потерпели неудачу вместе с тем фантазии являются одним из способов посредством которых чьи-либо намерения для манифестации в жизни осознаются вашим солнцем и затем отражаются назад для проявления на физическом плане поэтому если вы смотрите фильм или что-либо где присутствует тема насилия то причастность настроенность на агрессивную фантазию отправляет к солнцу намерение того что вы хотели бы манифестировать в своей жизни аналогичное явление жестокости если вы собираетесь иметь дело с современными формами развлечений то должны быть очень разборчивые иначе можете манифестировать в своей жизни что-либо весьма неприятное вы можете не отдавать себе отчет в том что фантазии ваших предков стали причиной конкретного явления в вашей жизни поскольку когда фантазии не могут быть реализованы в одной жизни они перекочевывают в следующую жизнь вот почему порой люди так похожи на жертвы эти случаи были вызваны мыслями и фантазиями предков поэтому вы можете редактировать фантазии с участием предков давая им возможность радоваться и быть конструктивными по отношению к эволюции в избежание манифестации ими катастрофы фантазии практически никогда не дают вам возможности присутствовать в данном моменте фантазии вы грезите либо прошлом либо будущем чтобы войти в интимный контакт с кем-либо другим требуется состояние присутствия состояние присутствия также необходимо чтобы ощущать свою душу так как в настоящем времени только она может войти во взаимодействие с сознанием формы став над мысли формой фантазии вы перестаете фантазировать выучить и жить настоящим данным моментом в дыхании жизни размышления о прошлом слабеют по мере стирания воспоминаний при вознесении дума о будущем также постепенно бледнеют так как вы все больше заземляетесь в настоящем времени это дар языка света вне времени и позволяющий вам быть здесь и сейчас они фантазии попадая в мир фантазии вы перестаете заякоря душу к тому же самого начала и раса рабов не было предназначено для заякорения души с точки зрения анануков рабы должны были быть бездушными подобно животной форме вместе с тем животные не лишены души ничто не бездушно и выходя из парадигмы самовоспроизводящийся мыслеформы вы движетесь от бездушности к состоянию одухотворения когда вы пребываете фантазии у вас нет души находясь в настоящем времени и заземляя душу форме вы одухотворяетесь души обязаны возноситься так как она насыщает форму жизненной силой и управляя чакрами и тонкими телами любого возносящегося поля нет души нет вознесения тем самым возносящиеся люди ориентируются разрываться старыми привычками фантазий и развлечений на их основе и заякорять на их место душу а затем учиться слышать послание своей души послание идущие от души поведут вас из самовоспроизводящийся мысли формы человеческого бытия к новой парадигме единства радости и необусловленной любви как фантазии появились среди человечества мысль человека направлялась в русло того что ложные боги поведут своих приверженцев к лучшим временам но во всех случаях они вели человечество к непрерывному падению сознания что являлось их целью как механизмов для разрушения ложные боги стоят за каждым падением человеческого выражения вибрации каким образом это совершалось путем порождения фантазий в которые человечество верит до сих пор до сих пор в некоторых эзотерических кругах существует концепция о том что фантазия и сновидения одно и то же однако все перечислены вместе с планами реальности к которым они относятся предназначены для сдерживания эволюции и встроены в них так чтобы забирать в аудитории информацию считавшуюся неподходящей для рабов что такое фантазии фантазия строится на языке скрытого программирования что означает горькую начинку встроенную в оболочку ложных обещаний однако в основе ядра фантазии лежит встроенный в нее невербальный язык разрушения когда человек настраивается на фантазию он передает себя бессознательному бессознательный язык разрушения лежит в основе всего механизма болезни фантазии построены из электрических и радиоактивных тонов творения электричество и радиоактивность формы движения энергии несущие собой нерезонансную частоту для вашего творения которая является магнитным по происхождению или другими словами создавалась на магнитных тонах творения в основном такие нерезонансные вибрации пришли на землю с анануками и вплоть до того времени не являлись свойственными и физическими параметрами нерезонанс таких тонов создает завесы иллюзии в магнитном энергетическом потоке земли подобными завесами фантазия может проецироваться на передний план утаивая реальное намерение позади завесы или сказать иначе запеленной иллюзии вот как возлюбленные работают вымышленной реальность и фантазии они это проекция на завесу иллюзии действующий подобно экрану принимающему кинофильм если человек настраивается на кино игру ложных богов то будет видеть только ложную любовь и свет однако если он снимет завесу экрана то увидит за ней только тьму и разрушения механизмы для разрушения через соблазнение используют особый сценарий или схему действий этот сценарий основан на реалии соблазна и обольщения и включает в себя схему манипулирования мошенничества или того кто подставляет другого или злоупотребляет доверием а затем разрушает для собственного или всеобщего употребления для того чтобы начали разыгрываться реалии разрушения некоторые души должны были тем или иным образом согласиться быть разорванными или разрушенными но неужели какая-либо душа дала бы на это согласие нет такие души соблазняли через завесы иллюзии верой в то что реальность будет разворачиваться по одному хорошему пути ну а затем в эту реальность вносили изменения приводящие к их уничтожению души соглашались на одно развитие событий а получали опыт иной формы обращения прямо противоположного рода подобные взаимоотношения также происходит в человеческой форме на земле и так представленная здесь схема такова предлагается что-то в заманчивой манере для этого создаются привлекательные завесы иллюзии и иллюзорной реальности соблазн появляется тогда когда человек попадает под влияние таких завес иллюзии взаимодействуя с завесами насыщенными картинами комфорта сексуального пищевого и визуального удовольствия а также мысли формами которые вызывают ощущение ложного счастья или что вас любит человек входит в состояние поверхностного трансе открывает свою энергетическую систему для взаимодействия с такими механизмами и сущностями тем самым в этом бессознательном состоянии заключают бессознательные соглашения бессознательно давая свое согласие на изъятие из энергетической системы всего что необходимо мошеннику в этот момент вы утрачиваете энергию записи информацию энергетическую решетку все что только возможно а затем их место занимает добавленная карма изъятие любой энергетической системы создает энергетические дыры или вакуум в которой может быть добавлено что-либо иное что используется для добавления в этих условиях в ваше поле добавленной кармы так происходит перенос разрушительной кармы вы не заметите как в вашей поле может быть добавлена чужая разрушительная карма болезни аварии несчастного случая или смерти в процессе вознесения нельзя отработать чужую карму если эта карма является разрушительной например карма несчастного случая нанесение телесных повреждений или смерти то человек может ее манифестировать пребывая в неведении о том что она добавлена чем выше восходит тем быстрее манифестирует возносящиеся посвященные могут ощутить карму смерти или несчастного случая и много раз оказаться на грани смерти научившись управлять подобными вещами вы с большей вероятностью вернете карму до того как она манифестируется физически человеку по природе свойственно считать себя ангелом не способным причинить вред остальных злыми плохими или причиняющими вред на самом деле все посвящаемые содержат свет и тьму и производит такое же разрушение как и направленное против них такова природа человеческого бытия и посвящаемые должны иметь волю исполнится намерением взглянуть на собственную тьму иначе им не удастся преодолеть ее полностью если преодолена не вся мысль и форма причинения вреда человек перестанет возноситься поскольку он просто начнет причинять вред в реальном времени и это будет гораздо более ужасным нежели просто не вознесение и окончание жизни через смерть карма образует энергетическую привязку в основе которой лежит сигнатура собственности связанные с кумарами сущностями сильного желания жадности суждения боли и страдания страха и смерти это разрушительная карма побуждает вас оценивать судить осуждать обвинять сильно желать иметь накапливать страдать бояться потерять болеть и умирать сигнатура печать сильного желания более страданий создает комплекс пристрастий и зависимости заставляя снова и снова желать и страдать энергетические привязанности создают комплекс пристрастий и зависимости карма всегда добавляется через соблазн поэтому замечая когда вас кто-то соблазняет вам быстрее удастся распознать энергетический обмен и сознательно устранить его последствия бессознательный вред причиняется через воздействие соблазна при таком воздействии чары темной магии лишения наговоры заговоры и карма передаются от одной стороны другой каждый раз при контакте с соблазнителем накладываются новые или задействуются старые чары и лишения позволяющие передавать еще больше информации записей жизненной силы энергетической решетки или подвижных энергетических систем от одного человека другому эта схема работает снова и снова заставляя продолжать желать то что приводит в конечном итоге полному энергетическому опустошению отягощению ложной кармой которую невозможно отработать а далее к полному уничтожению этот механизм включается снова и снова каждый раз когда вы взаимодействуете с завесами иллюзий или вымышленными реальностями и каждый раз добавляется новая порция добавленной кармы человек попадает в безысходное состояние непрекращающегося кармического водоворота новых и новых перерождений фактически это и есть тюрьма из которой не было возможности выбраться такова схема разрушения возможно этот сценарий вам хорошо знаком особенно если вы изучали предыдущие материалы в этом случае целое как физически так и энергетически разрывается на части и осколки которые в свою очередь потребляется другими душами нуждающимися в энергии чтобы поддерживать свою вибрацию в высшей предстоящих измерениях подобные сценарии развернут сегодня в человеческой форме реалии злоупотребления доверием можно обнаружить в употреблении сигарет алкоголя и наркотиков этот сценарий можно назвать большой подставой разве торговец сигарет алкоголя и наркотиками не подставил клиента приведя его к тяжелой никотиновой алкогольной и наркотической зависимости убедив что это модно и это поможет испытать счастье или нирвану со временем люди из-за проявленного пристрастия находят себя и свои жизни разрушенными использование сигарет алкоголя и наркотиков разрушает жизни и все же получающие прибыли от их торговли не только усиливает их рост и производство вместе с транспортировкой подобных препаратов из одного места в другое но также способствует их широкому распространению в каждой культуре разве торговец с оружием и транспортирующие вооружение из одного региона в другой не подставили граждан своих стран втянув их в кровопролитные войны и не прекращающиеся национальные конфликты нет ли тех кто извлекает прибыль от вымирания других наций и народностей путем гонки вооружения развития военных технологий и применения новейшего оружия на своих гражданах для подавления и демонстрации гражданами своей воли боеприпасы бесполезны если нигде нет войны поскольку не было бы самой потребности производить подобные товары следовательно существуют те кто в предвкушении великого богатства от продажи сигарет алкоголя наркотиков и развязывания войн с тем чтобы в итоге развернуть еще наибольшую их продажу и получить от этого прибыль так как наркотики алкоголь всегда присутствуют на войне существует 40 энергетических стереотипов связанных с наркотиками в каждом из них отражается особый тип используемого наркотика будет успокоительное средство пиво или амфетамин измерения в которые он уводит употребляющие алкоголь и наркотики попадают в первое и второе измерение в этих измерениях энергия движется перпендикулярным или горизонтальным потоком поскольку энергия человека имеет трехмерную природу поэтому поток является циркулярным то внесение в поле человека перпендикулярного или горизонтального энергетического потока проходит сквозь циркулярный поток образуя дыры разрывы или вклинивания через которые аура теряет жизненную энергию сущности из этих измерений не умеют управлять другой энергией поскольку они не относятся к третьему измерению иллюминаты сущности второго измерения карма иллюминатов и человеческой формы имеет более чем пятидесяти тысячелетнюю давность двести тысяч человеческих лет и берет начало с сириусианской расы сириусианцы являющиеся гуманоидной расой пятого измерения заключили соглашение поддерживать долголетие иллюминатов когда обе расы существовали в трехмерной форме у иллюминатов проблемы схожи с серыми и они не умеют любить поскольку они обладают неработоспособной сердечной чакрой то не могут переводить жизненную энергию или энергию дыхания форму поддерживающую воплощение после пятидесяти летнего возраста перераспределение энергии между сириусианцами и иллюминатами позволяла и тем и другим жить две тысячи лет когда около 30 тысяч лет назад 120 тысяч человеческих лет сириусианцы вознеслись в пятое измерение карма была передана человеческой расе на землю мы связаны с сириусианцами так как они заселяли нашу планету гуманоидными формами около 40 тысяч лет 160 тысяч человеческих лет назад поэтому мы также несем генетическую карму относящуюся к сириусианцам последние 30 тысяч планетарных лет человеческая рас играла роль передатчика жизненной энергии для расы иллюминатов мы полагаем что перекачивание энергии иллюминатом сыграла свою роль в падении человеческой цивилизации около 30 тысяч лет 120 тысяч человеческих лет назад после падения человека и генетической мутации к двум цепочкам днк и в результате продолжавшегося откачивания жизненной энергии с человеческой формы продолжительность жизни составила менее ста лет появились старение болезни и смерть иллюминаты подсоединяются к человеческим энергетическим полям наркотики алкоголь телевизоры компьютеры погружает большинство людей в состоянии легкого или среднего транса и именно в этом состоянии иллюминаты соединяются с телом и забирают как можно больше энергии иллюминаты усиленно используют наркотики транквилизаторы и алкоголь и когда человек поглощает эти субстанции погружаясь в транс алкоголь на наркотической грезы иллюминаты блокируют человеческую душу от связи с физическим телом и проникает внутрь опять же с целью изъятия энергии и внедрения дополнительной кармы механизма зависимости по этой причине мы рекомендуем духовно продвигающимся ограничить просмотр телевизионных программ пребывания за компьютером в местах массовых зрелищных мероприятий концертах стадионах и полностью прекратить употребление алкоголя и наркотиков мы просим каждого из возносящихся освободиться от всех оставшихся на бессознательном уровне соглашений по снабжению иллюминатов энергией чтобы освободиться от них вам нужно лишь выразить намерение многие из вас либо в настоящем либо в прошлом использовавшие наркотические лекарства для восстановления сил либо поддерживающие отношения с теми кто использует их в настоящем обнаружат что иллюминаты в большей степени чем любые другие двухмерные существа поставляют разрушительный энергетический поток через использование алкоголя транквилизаторов и наркотических средств вихре воронки которые они обычно открывают содержат своем основании сущность которую необходимо убрать до того как канал может быть закрыт посредством сексуального соблазна пристрастия к сексу у человека изымается все что только можно жизненная сила энергия кундалиния генетический материал записи вознесения энергетическая решетка движущиеся механизмы энергетической системы чакры фрагменты энергетических каналов тонкие тела и при этом добавляется чужая карма этот вид соблазна приносит наибольшее разрушение на всех уровнях и планах сознания человека сексуальное насилие или секс с применением грубой силы является кармическим событием и совершаются с целью принудительного изъятия всего вышеперечисленного поэтому возносящимся людям мы настоятельно рекомендуем отнестись внимательно к своему образу жизни и личным сексуальным контактом мошенничество через соблазнение в человеческих реалиях также может быть видено в отношениях гуру ученик целитель пациент гуру предлагает своим ученикам последователям множество заманчивых возможностей но вместо всего этого последователи находят себя разрушенными опустошенными иногда полностью дезориентированными и вместо исцеления и собственной эволюции находит себя на противоположном полюсе подставы через соблазнение также может наблюдаться в революциях революционеры предводители восстаний бунтов возглавляют людей соблазнившихся верой в то что при появлении новых лидеров у власти для всех восторжествует большая справедливость однако при достижении революции апогея революционеры находят уничтоженными их собственные города и семейства и возможно собственные формы искалеченные на полях битвы однажды применив силу люди давшие обещания законной справедливости вероятно никогда не добьются желаемого обещание одного а исполнение другого осуществляется только с разрушением мы из ордена райзы понимаем что намерение матери земли возноситься физически не может произойти без великих перемен смуты переворотов на физическом плане и вашей цивилизации и собственно на земле планетарная энергия не движется в районах перенаселенных человеческими существами живущими в трехмерной мысли форме застой энергии является прямым следствием трехмерной мысли формы и особенно употребление животной плоти алкоголя наркотиков и насилия когда люди употребляют мясо алкоголь и наркотики они допускают в свою форму и заякоряют на земле сущности действующие на энергетических моделях неблагоприятно влияющих на энергетический поток матери земли такое же действие соблазна и кармического манипулирования постоянно происходят и в средствах массовой информации через всевозможные торговые информационные и рекламные публикации забирается информация записи и жизненная энергия она их место добавляется карма именно на вызывает у человека потребность в определенном предмете товаре или услуги часто товары или услуга не по карману человеку однако желание сохраняется поскольку остается вызывающая его карма большинство людей достаточно хорошо знакома со стереотипом соблазна в наших статьях и мы рассматривали концепцию кармического манипулирования и того каким образом торговцы и производители добавляют карму входящему в магазин заставляя его приобретать товары как следствие кармического долга хороший продавец владеет искусством соблазна и использование подобных способностей даров и талантов каждой проведенной сделки соблазн проявляется во многих формах от грубой манипуляции оставляющей не очень хорошие ощущения до блестящих манипуляций вызывающих у человека чувство приподнятости как будто он в своей жизни сделал то что надо соблазн является на земле столь распространенным явлением что большая часть людей не видит самого факта его существования за исключением возможно отдельных грубых контактов оставляющих неприятные ощущения соблазн в той или иной форме участвует в большинстве человеческих взаимоотношений ежедневно и даже ежечасно фактически соблазн на земле по данным душ наблюдающим за ее вознесением столь всеобщ что лежит в основе любого человеческого поведения из-за соблазна человеку не удается увидеть бессознательные манипуляции возникающие при любом взаимодействии между людьми вашей современной цивилизации подобное кармическое манипулирование вызывает стремление к богатству дающему возможность покупать все желанные товары и получать любые услуги она также ведет к воровству пристрастию к накопительству и настолько сильно поляризованной системе что некоторые имеют неизмеримо больше чем состояние использовать а многие другие живут в крайней нищете на земле в человеческой реальности это лишь несколько примеров проигрывания сценария разрушения кармическое манипулирование стала одной из основных форм манипуляцию сил тьмы почему душа утратившая контакт с собственным истоком не способна эволюционировать не развивающийся душа нет проку от понимания причины находящийся за конкретным проявлением или любой манифестации вообще такие души просто продолжают разыгрывать сценарий который им нравится и перемещают в поле других неприятную причину чтобы самим вновь испытывать то что нравится и никогда не получать кармических последствий было обнаружено миллионы душ имевших опыт только одной стороны сценария и никогда не испытывавших противоположный на протяжении 120 тысяч земных лет человеческой истории хорошим примером этого типа кармического манипулирования являются души связанные с богатейшими людьми из земли одни и те же души инкарнировали в одних и тех же родах в течение 30 тысяч земных лет 120 тысяч человеческих лет получая опыт только огромного богатства при этом они никогда не испытывали бедности или голода только душа никогда не знавшие бедности или голода может навязать подобные испытания другой или группе других своим чрезмерным накопительством души из вмешательства бога богини всего что есть называют выше описанная кармической отсрочкой кармическая отсрочка это когда человек снова и снова проживает только одну сторону полярности отсрочивая последствия последствия никогда нельзя отсрочить вообще и теперь подобные души в течение 120 тысяч человеческих лет будут испытывать бедность и страдать от голода для кармического выравнивания своих поступков на земле такие души могли бы и вознестись и простить себя однако у них нет истока к которому идти и поэтому им остается только пережить этот опыт в будущем на протяжении многих тысяч лет на другой трехмерной планете вместе с тем прежде всего из-за отсутствия у них истока и заинтересованности в эволюции они откладывают возврат кармического долга возможно испытав кармические последствия они когда придет время будут искать свой исток чтобы вернуться и вознестись стереотип манипулирования через соблазн и злоупотребление другими не ограничен физическим планом души также злоупотребляли друг другом в реалиях разрушения в трансляции великого центрального солнца мы делали обзор записей раскрытых при вознесении земли и показывающих что мирдук подставился над кумару договорившись о замещении его души на земле а затем вскоре после этого взорвал землю ядерным оружием это пример подставы в вашей мировой истории санат кумара фантазировал себя обретающим очень многое а также владеющим и господствующим над землей в своих собственных целях однако вскоре после его вливания в землю и отзывы души мирдука сделка завершилась не только плохо но и он сам оказался сильно разрушенным разделенным раздробленным а точнее уничтоженным вместе землей связи с вознесением всего вашего творения вашем творении кармическая отсрочка подходит к концу при вознесении возвращается вся карма и становится невозможным дальше ее откладывать следовательно в ближайшие годы с вознесением земли каждый при очищении увидит в своей жизни проявление возвращающейся кармы единственный способ познать на опыте противоположную сторону своего творения в текущей жизни это принять решение вознестись вместе с землей потребительство является одной из форм соблазна хотя и преобладающей между людьми для пути вознесения необходимо чтобы индивид не утрачивал записи жизненную энергию и информацию никто не может вознестись без своей энергетической решетки вознесения в отсутствие чакровой системы или энергосистемой кундалини незамедлительно снижается вибрация если отсутствует акашические записи то исчезает те записи которыми пользуется душа для приведения в движение энергии и душа утрачивает способность выполнять свою роль в поддержании поля ауры чтобы вознестись каждый возносящийся человек рано или поздно должен испытать потребность прекратить вести отношения потребительства и соблазна мы призываем посвящаемых покупать только то что необходимо для обеспечения вашего вознесения и только в погашении кармического долга таким образом безумная страсть к растрате денег закончится и примет форму когда приобретается только то что душа определяет в качестве необходимого для жизни и вознесения раньше мы говорили о том каким образом имущество поглощает вашу жизненную силу чем больше у вас вещей тем больше энергии они поглощают для вознесения требуется энергия поэтому чтобы вознестись каждый посвящаемый рано или поздно освободиться от своего имущества на физическом плане иначе энергии окажется недостаточно для выполнения поставленной задачи имуществом являются не только физические предметы это могут быть люди места растения или животные которыми вы обладаете таким образом среди возносящихся посвящаемых формируется другой стиль жизни свободны от потребительства и обладания вещами кроме нужных для достижения цели души такой стиль является собой жизнь простую но наполненную радостью любовью товарищескими отношениями с идущими схожим путем и выполнением цели души на физическом плане само освобождение позволяет направить энергию высвобождена от имущества на цель ради которой вы инкарнированы для многих работников света это означает вознесение и участие в исцелении человеческой кармы с тем чтобы земля тоже могла вознестись со временем вы поймете что у вас наполняет именно душа иногда чувство переполнения оставляет хорошее блюдо в которое при приготовлении было добавлено жизненная сила или любовь души иногда это наполненность вызывает посещение минеральных грязевых ванн сауны бани плавание в естественном водоеме иногда прогулка на природе выращивание сада или огорода иногда встречу с друзьями или единомышленниками проявляющими интерес к вознесению иногда слушание живой фольклорной музыки и танцы все что будет наполнять вас не является товаром а является прикосновением отношением с другой жизнью природой стихиями птицами животными друзьями пищей землей исполнителями причина по которой эти отношения наполняют человека заключается в том что живые предметы содержат жизненную энергию и когда она взаимодействует с вашим полем вы наполняетесь изнутри наполняясь внутренне вы перестаете обращаться к потребительству для того чтобы радоваться быть счастливым любить и чувствовать себя любимым целостным и совершенным по жизни наиболее неприметные формы соблазна возникает во взаимоотношениях с друзьями семьей работодателями или служащими вы когда-нибудь интересовались вопросом почему друзья которых вы так любите самые приятные для вас служащий или любимый член семьи привлекает вас своим поведением они обладают даром соблазнять в особой манере которые вам нравится энергетически такой соблазн часто выглядит как большой веер исходящий из области определенной чакры и обволакивающий обоих вас и соблазнителя веер переливается искрится вызывает радость к тому же соблазнитель может оказаться хорошим рассказчиком или уметь развлекать других при контакте с таким веером поле попадает в ловушку и изымаются записи жизненная сила и энергетическая решетка а их место занимает добавленная карма соблазн может исходить из любой чакры и иметь несколько отличающуюся цель в зависимости от той части тела из которой исходят каждый человек включая всех возносящихся посвящаемых обладает в текущей жизни даром так или иначе соблазнять мы предоставляем эту информацию чтобы каждый мог осознать собственные стереотипы соблазнения других и каким образом вас самих соблазняют в жизни посвящаемых манипулирование записями информации жизненной силой и энергетической решеткой и кармой может прекратиться только когда полностью идет соблазн понимая действие соблазна вы скорее определите когда вас соблазняли и вернете свои записи или возвратите карму ее источнику добавленную карму невозможно погасить преодолеть или отработать так как она не принадлежит вам или вашему творению и должна быть отправлены ее источнику для того чтобы освободиться от добавленной кармы необходимо прежде всего осознать механизм ее образование в вашем поле а затем выразить намерение возвратить чужую карму ее истинному владельцу ее изначальному истоку чтобы преодолеть свою собственную родовую карму необходимо перейти к новой мысли форме находящийся вне полярности для этого требуется полностью очистить всю карму содержащуюся в записях пяти миллиардов ваших предков предшествовавших вашей нынешней инкарнации подобные записи с большой точностью занесены в клеточную структуру вашей формы и когда распад и шрамовые ткани переходит в кристаллическую структуру все и кармические записи постепенно высвобождаются и преодолеваются прощением когда восстановлены всей шрамовые ткани и прекращен распад а кармические записи высвобождены и прощены человек вступает в неприходящее состояние прощения и целиком преодолевает карму при вознесении карма преодолевает совмещением вибрации языка света тональности и прощения что это означает в процессе синтеза тональности и прощения вы преодолеваете основополагающую мысли форму кармического танца в человеческом бытии и мысли формы языка света стоит вне полярности вне кармы и когда вы ее полностью вмещаете то целиком преодолеваете карму для этого необходимо вместить 36 тысяч единиц информации генетического материала в связи с чем происходит трансформация превращение каждой клетки человеческой формы в кристаллическую при этом человек входит в неприходящее состояние прощения в состоянии прощения причины и следствия больше не записываются поскольку они имеют место сразу и одновременно вхождение в состояние вне времени позволяет вместить в вибрацию отсутствие времени и в этом состоянии причины и следствия происходит одновременно и могут аннулировать друг друга поэтому все поляризованные трехмерные мысли формы следует очистить от какого бы то ни было разрушения и причинения вреда иначе вы мгновенно причините вред себе или кому-либо другому поэтому на пути вознесения в своем развитие каждому посвященному требуется произвести большую внутреннюю работу чтобы войти в состояние пятимерного сознания в условиях нынешней плотности человеческой мысли формы однако если вы сделаете это в грядущие годы за вами последуют многие другие благословляем вас на вашем пути вознесения то есть вот